26 апреля этого года в Женеве представители правозащитных организаций Беларуси представили альтернативный доклад по ситуации в Беларуси в области борьбы с пытками жестокими бесчеловечным обращением. Нашей целью было не доказать, что в Беларуси есть пытки, а обратить внимание мирового сообщества и белорусских властей на то, что правительство Беларуси и в целом власти Беларуси не предпринимают достаточных и продуктивных мер к тому, чтобы эти случаи жестокого обращения или пыток были нормально расследованы и чтобы все, кто причастен к этим запрещенным действиям, понесли заслуженное наказание. 27 сентября на заседании Комитета против пыток свой доклад начало представлять государство и в этот же день государству было адресовано много, я так насчитал, порядка сотни вопросов о относительно положения в области прав человека в Беларуси. Эти вопросы касались в основном того, что в Беларуси не криминализированы как таковые пытки и жестокое бесчеловечное обращение, что не проводится эффективного расследования. Зачастую люди ожидают этого расследования несколько лет, большое количество жалоб остается вообще не расследованным. Ну и в понедельник государство предоставило свои ответы на эти вопросы, они, собственно говоря, были достаточно формальными. Сейчас мы ждем рекомендации Комитета по правам человека государству и, собственно говоря, увидим результаты того, что представили правозащитники и что представило государство. В целом, конечно, сам факт того, что государство сотрудничает с Комитетом против пыток, это уже определенный шаг вперед и заставляет с каким-то, пускай осторожным, но с оптимизмом смотреть на перспективы того, что в нашем государстве все-таки что-то сдвинется с места в области борьбы против пыток.